Из какого количества элементов состоит группа автоморфизмов циклической группы на N элементов? Что такое автоморфизм циклической группы и как они устроены? Из какого количества элементов состоит самая группа автоморфизмов? Понятно, что это слишком трудно, если мы не разберем конкретный пример. Поэтому, будьте добры, я вам сейчас задаю задачу. Группа автоматизма не ZN, а просто Z. Рассказываю, что это. Это когда берут составки, по-моему, рено. То есть, когда все целые числа разные. Это бесконечная цифрическая группа. Она, кстати, так называется. Бесконечная цифрическая группа. Она единственная. У нее есть единственный, ну как, единственное представление, да? 0, 1, 2, 3, 4, минус 1, минус 2, минус 3. Вопрос. Какие автоматизмы у этой группы? Сколько их штук? Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько автоматизмов вот у таких? Вот у таких. Где П? Красное число. Ну, я думаю, пока хватит. Итак, сколько и какие автоматизмы, сколько существует автоматизмов? У бесконечной циклически. Автоматизм. Это такое взаимноднозначное отображение группы в себя, что если у тебя были элементы x и y, и у них было произведение x и y, то для образов произведение перейдет тоже в произведение. Вспомнил? Гомоморфизм. Когда f от x и y, это f от x умножить на f от y. Итак, какие бывают автоматизмы? Ребята, еще раз. Научиться этому можно только решая какие-то задачи, обсуждать такие вещи. А кто догадается, какой бывает автоматизм, у кого-то будет целых чисел? Ит. Который все остановит на месте. Вер, он всегда есть. Так, одно такое отображение. А еще? Сместить на единицу. Не получится. Если представь себе, ты смещаешь на единицу. Посмотри, как было дело. А у тебя раньше было 1 плюс 1, где-то 2. Да. Представь себе, что в этой сумме ты все смещаешь на единицу. Получится 2 плюс 2 равно 3. Ничего подобного. Сдвинуть не получится. Умножить на одно и то же число. Умножить на одно и то же число. А нам нужен автоматизм. На что можно умножать, чтобы при этом в качестве результатов получились бы все целые числа по одному раффу? Нет. Только 2. На единицу? Можно. А еще? На минус 1. На минус 1, конечно. Ребята, здесь есть всего лишь 2 автоматизм. Один из них задан такой формулы. Любое число это приходит в это. А другой задан такой формулы. Любое число меняет. Ну то есть мой формул. 1 в минус 1. 5 в минус 5. Минус 5. 5. Если вы умножаете, скажем, на 25, то у вас получится только число кратное место. То, о чем вы спрашиваете, это на самом деле тоже хороший вопрос. Если вас интересует, внимание, не автоморфизм, а эндоморфизм, чему равен эндоморфизм, каково множество эндоморфизма? И как они все устроены? Эндоморфизм это гомоморфизм группы в себя. По какой формуле вы можете задать любой эндоморфизм группы целых чисел? Любой автоморфизм является эндоморфизмом, но не наоборот. По какой формуле? Когда у меня автоморфизм, я четко написал форму. Эндоморфизм переходит в КН. Эндоморфизм переходит в КН. Где К некоторое постоянное число. Да. Которое, собственно говоря, и задает... Да? Отлично. Господа, мы получаем, что множество эндоморфизм, бесконечной циклической группы, это просто-напросто множество всех целых чисел. Приятно. Приятно. Эндоморфизм Z это на самом деле просто одноморфизм Z. Отлично. Что такое Z1? Это группа из какого количества элементов? Одного. Из одного. Только ноль. Сколько мы автоморфизм еще? Надо все оставлять на месте. Один элемент вообще-то деваться не стоит. Ну, это Z. Никакой не Z. Ноль можно 0, это K и все. Никакое K. Там один единственный элемент. З это один. Там хоть K, хоть что угодно, это все один элемент. Итак, сколько автоморфизмов? Один. Один. Это тот самый ид. Правильно? Замечательно. Автоморфизм группы Z2. Это 0 и 1. Что? Сколько штук? Элементы группы Z2. Это чет-нечет, правильно? Это число 0 и 1. Ваша любимая тема в детстве, помните, была числа 2 четная или нечетная? А, мы можем прибавить единицу ко всем. И тогда 0 переходит в единицу, а единица в 0. Если ты прибавишь единицу ко всем, то у тебя 0 придется в единицу. А единица в 0? Смотри, у тебя было должность. 0 плюс 0 это 0. Ты прибавил единицу ко всем. Что получилось? 1 плюс 1 это 1. Разве это так? Нет. Итак, какие же антимартизмы здесь? Сколько штук? Ит есть. Да, ит есть. Почему? Потому что 0 обязан остаться на месте, а не нулевой элемент, он единственный. А значит, что это? Полка ит. Что это? А значит, это ит. Хорошо. Да, кстати, а чему равняется множество n добавляет? Вот это ит. n добавляет у группы R. Сколько? И какие это отражения? Сколько штук? На самом деле вам нужно реально ответить, куда переходит в единицу. В единицу это если автоматизация. А может, необязательно перейти. Может еще куда перейти? В ноль. В ноль. Все элементы могут перейти в ноль. Это тоже эндоморфизм. Значит, и сколько штук? Два, конечно. Господа, эндоморфизм вузе два. Сколько? Два. Доже два. Ну что ж, мы дошли до интересных отличий. Если честно, вообще, давайте решим такой вопрос. Как выглядят всевозможные эндоморфизмы группы вычетов по модулю N? Их N штук. Что нужно сделать для того, чтобы получить эндоморфизм? Надо сказать, куда переходит единица. Правильно? Как устроен любой такой эндоморфизм? А вот так вот. Если единица переходит в K, то любое число N переходит в KN. А когда единица пришла в ноль? А когда единица пришла в ноль? Запросто K в ноль, все хорошо. Все элементы пришли в ноль? Да, все. Я говорю, еще что это эндоморфизм. Эндоморфизм у циклической группы порядка N существует. Ровно N штук. Молодцы. А вот теперь вопрос. Какие из них являются автономорфизмом, а какие не являются? Это Катя. Что это? Это Катя. Не верю? Нет. Молодец. Что бывает, когда К взаимно просят цену? Когда К взаимно просят цену. Когда К взаимно просят цену. Чтобы остатки по ноль или N все покрывались. Чтобы получились все остатки по одному раху. Ребята, смысл очень простой. У вас есть остатки. Нет, нет. Выпишись. Ноль, один. Что бывает, когда вы их умножаете на К? Здесь получается ноль. К. Два, К. Три, К. И так далее. Что нам нужно для того, чтобы это был автономорфизм? Чтобы они все были разные. Что это реально? Что если у вас есть какое-то там К на Х и какое-то там К на Н. То есть они дают один и тот же остаток. Что значит дают один и тот же остаток? Значит их разность делится на Н. То нужно, чтобы их зилики взяли с совпадали. Правильно? А что значит разность делится на Н? Это значит К умножить на Х делится на Н. Ну, господа, если К взаимно просто с числом Н, то действительно, чтобы К умножить на Х делится на Н, реально нужно, чтобы Х минус У делится на Н. А если К имеет общий делитель, то тогда на этом можно сыграть. Понимаете, да? Если представьте себе, у К есть какой-то общий делитель больше единицы числом Н. Тогда вы поспокойненько в качестве разности берете Н делить на этот делитель и тогда при умножении будет делиться на это. Идею поняли? Теперь контрольный вопрос. Сколько же автоматизмов у... По минус один. По минус один. А у этого? По квадрату минус П, конечно. А, да. Чисел, не делящиеся на П, среди первых П квадрат чисел, имеется сколько? П квадрату минус П. П квадрату минус П. Потому что на П делятся числа 0, П, 2, П и так далее. Каждое пяти число детства. Продолжение следует... Продолжение следует...